В эфире служба новостей Саров-24 в студии Анна Пилипец. Здравствуйте! Смотрите сегодня в выпуске. Никто, кроме нас, 2 августа в России отмечают День ВДВ. И вновь ковид. Как справиться с последствиями болезни? Время для тихой охоты. Где найти хорошие грибы? Далее расскажем обо всем подробно. 2 августа в России отмечают День Воздушно-десантных войск. Крылатая пехота, голубые береты, какими только эпитетами не награждают у гвардейцев-десантников. Но всегда, во все времена и при любых обстоятельствах неизменно говорят о силе, мужестве и надежности людей, живущих по принципу «никто, кроме нас». 2 августа в России отмечают День Воздушно-десантных войск. В этот вторник отчитают уже 92-ю годовщину со дня образования ВДВ. Десантники всегда мужественно и стойко выполняли свой долг по служению нашему государству во все периоды существования страны, включая годы Великой Отечественной войны. На протяжении всей истории крылатая пехота была и остается гарантом безопасности нашей Родины. По традиции, в нашем городе в День ВДВ все, кто служил в этих войсках, собираются у вечного огня. «Хочется сказать тем ребятам, которые находятся сейчас выполнять задания на спецоперацию, они тоже с нами в этот день. И те, которые ушли от нас, тоже, они всегда будут с нами в душах и в сердцах. «Слава ВДВ! Ура! Ура! Ура!» Алексей Крылов вместе с братом Сергеем служил в бригаде специального назначения. В 2007 году их призвали в армию, отправили в десант. В 2008-м братья заключили контракт и поехали решать боевые задачи в Южную Осетию. «Боевая подготовка очень сильная, хорошая. Интересная служба. На вертолетах полетали, на самолетах. Гору увидел. С парашютом попрыгал. Самолет, также с парашютом. Интересная служба». «А сколько раз с парашютом прыгали?» «Десяточка есть». Вернувшись из армии, братья присоединились к дружному братству ветеранов ВДВ. На плечах десантников лежит большая патриотическая работа, в том числе в военно-патриотических клубах. С юных лет они воспитывают в ребятах мужество, героизм и умение не пасовать перед трудностями. Екатерина Пенова, Константин Островский, Александр Мальков. Служба новостей, Саров, 24. Единый контакт-центр социальной сферы начал работу в Нижегородской области. Интересующий вопрос можно задать по многоканальному номеру 8 800 250 21 52. Звонок на него бесплатный. В роли оператора специалисты готовы проконсультировать граждан и помочь в решении социальных вопросов. Жители Нижегородской области могут узнать по телефону о мерах социальной поддержки, на которые они могут рассчитывать, а также уточнить, какой пакет документов необходим для их оформления. Также можно задать дополнительные вопросы о сроках выплаты и размерах пособий. Специалисты подскажут варианты возможной помощи в конкретной жизненной ситуации, расскажут о перечне услуг, оказываемых учреждением соцзащиты и дадут необходимую контактную информацию. Контакт центра работает с понедельника по пятницу с 8 до 20 часов. При этом прием обращений граждан осуществляется круглосуточно. Вопросы запишет голосовой помощник, а специалист перезвонит абоненту в рабочее время. Кроме того, система оснащена функцией проактивного информирования. Это значит, к примеру, что сотрудники колл-центра напомнят гражданам о необходимости подать заявление на выплату положенного пособия. Мальчик-подросток ищет семью. Департамент образования Сарова просит откликнуться граждан, которые желают стать опекуном ребенку 2008 года рождения. Подробности можно узнать у специалистов сектора по охране прав детей по телефону 95572. Другая важная информация в подборке коротких новостей. Высокая четвертого класса пожароопасность лесов ожидается местами по Нижегородской области с 3 по 8 августа. Возможно увеличение количества очагов и площадей природных пожаров, распространение огня на населенные пункты, линии электропередачи связи. Населению рекомендуют соблюдать все необходимые правила пожарной безопасности. Нельзя сжигать мусор на садовых и дачных участках, особенно вблизи леса и лесных насаждений. Нельзя разводить костры в лесах. Россияне столкнулись с новой схемой телефонного мошенничества. На телефон гражданам поступают звонки якобы от операторов связи. Мошенники при разговоре выведывают данные для входа в личный кабинет абонента. Там они настраивают переадресацию звонков и СМС на свой номер. После этого перехватывают сообщения с кодом от банка и другие важные звонки и сообщения. Таким образом, жертва может лишиться денег, доступа к профилям в соцсетях и получить крупный кредит. Ковид вновь возвращается в новостную повестку. Уже несколько дней за сутки выявляют более 10 тысяч заболевших. Последний раз такие цифры были в апреле. В большинстве случаев сейчас болеют омикроном. Болезнь протекает легко. Но при легком течении ковид может оставить после себя след в организме. Более 420 тысяч нижегородцев, по официальным данным, переболели коронавирусной инфекцией. В Сарове зарегистрировано около 40 тысяч случаев заражения. Это число продолжает расти. После перенесенной инфекции один из 10 заболевших сталкивается с постковидным синдромом. Львиная доля из симптомов постковидного синдрома приходится на усталость. Человек быстро устает, необычно для себя. И на долю таких пациентов приходится 49-50%. Испытывают после перенесенного заболевания быстро наступаемую усталость. Вторую позицию занимает одышка. То есть нехватка воздуха. При физической нагрузке она усиливается. Еще часть пациентов испытывают инсомию, нарушение сна. Плохо засыпают, часто просыпаются ночью. Грозные проявления постковидного синдрома – тромбозы. Таких 20-30% среди тех, кто испытывает постковидный синдром. Если вовремя не начать лечение, закупорка сосудов может привести к инфарктам или инсультам. В 23% встречается депрессия. То есть у человека идет в основном тревожность, такое понурое настроение. Если раньше его больше радовало каких-то вещей в жизни, то в этой ситуации больше негатива. 21% граждан, которые перенесли это суровое заболевание, испытывают выпадение волос. Встречаются боли в суставах, напряжение в мышцах, долгий сухой приступообразный кашель, учащенное сердцебиение. Больше всего постковидному синдрому подвержены лица старшего возраста и те, кто имеет хронические заболевания. Врачи советуют всем, кто переболел ковидом и тем более испытывает какие-то симптомы постковидного синдрома, пройти углубленную диспансеризацию. Углубленную диспансеризацию могут пройти люди, которые имеют официальное подтверждение в первичной медицинской документации. То есть у них факт, что он переболел, этот человек, он есть. Но если вдруг пациент перенес, условно, в легкой степени или самолечением занимался в средней степени дома и не обращался к врачу, он имеет полное право пройти углубленную диспансеризацию. Для этого необходимо написать заявление на имя руководителя медицинской организации. Гражданину при этом не вправе отказать. Приносить подтверждение в виде теста на антитела не требуется. Екатерина Пенова, Александр Мальков, служба новостей, Саров-24. Пик новой волны коронавируса в России еще не наступил, пока мы находимся на медленно взлетающем плече, отмечают эпидемиологи. Существенные изменения врачи ожидают с наступлением осени, когда будет большая активность для распространения инфекции. Дети пойдут в школы. Сейчас у заболевших преобладает омикрон. Встречаются его новые варианты. Среди основных симптомов – отек, покраснение и длительная боль в горле. Все это может сопровождаться сильным насморком. Эти штаммы не опускаются в легкие, а локализуются в том месте, где произошло инфицирование. Глава Нижегородского Минздрава Давид Милик-Гусинов не исключил, что маски скоро вновь вернутся в нашу жизнь. До нового локдауна дело не дойдет. Возможно, подчеркиваю, только возможно, на время может включиться масочный режим, отметил чиновник. Снова за парту. В Сарове стартовал 21-й летний физико-математический турнир и 12-й летний турнир «Юный биолог» для учеников 9-11 классов. Турнир проводят в рамках партнерского проекта «Молодые таланты Сарова» Департамент образования Администрации города Сарова Ирфятсвнеев. Подробности далее. Достойно показать себя на предметных олимпиадах разного уровня, успешно сдать выпускные экзамены в школе и без проблем поступить в ВОЗ на выбранную специальность – основная цель любого школьника. Но для ее достижения одной школьной программы недостаточно. Выйти за рамки привычных уроков, углубить свои знания саровским учащимся помогает традиционный летний турнир для юных физиков, математиков и биологов. У нас сегодня открытие. Саровские школьники из разных школ участвуют в этом проекте. Ну и замечательные преподаватели, которые приезжают к нам из Москвы и Нижнего Новгорода, которые делятся своими знаниями со школьниками. Ну вот мы с волнением сейчас будем открывать физико-математический турнир 2022 года. Занятия для учащихся 9-11 классов традиционно проведут преподаватели ведущих ВОЗов страны. На протяжении 20 дней участники турнира будут заняты решением задач, получат консультации по сложным разделам программ математики и физики. Юные биологи погрузятся в мир насекомых. Поможет им в этом старший научный сотрудник кафедры энтомологии и биофага МГУ имени Ломоносова Наталья Беляева. Когда в природе им покажешь все, и они сами увидят, сами соберут, сами зарисуют, сами все определяют, то, соответственно, все в мозгах и укладывается. И дети заинтересованы, что меня радует, то, что они готовы заниматься, они, ну если можно сказать, не халтурят, не лентяничают, а наоборот, давайте, давайте больше, давайте это сделаем, давайте туда пойдем, давайте что-то узнаем. Турнир в рамках партнерского проекта Департамента образования Администрации города Сарова Ирфят Свиньев «Молодые таланты Сарова» в нашем городе проходит вот уже больше 10 лет. В этом году его участниками стали около 90 учащихся. Мы очень любим август, потому что в большинстве российских регионов это каникулы, а в Сарове это традиционный физико-математический турнир, вот уже 21 по счету. А это значит, что дети соскучились по учебе, они хотят грызть гранит науки, мы это всегда приветствуем и поддерживаем. Первое занятие ребят – вступительные олимпиады, которые позволят педагогам определить уровень участников и выстроить дальнейшую работу. Анна Пилипец, Константин Островский, Сергей Рябов, служба новостей, Саров, 24. На территории России растет около 3000 видов грибов, которые появляются в разное время года. Из них в пищу употребляют около 300, некоторые из них можно собирать уже зимой или весной. Но наиболее богаты грибами конец лета и осень. О тонкостях тихой охоты нашей съемочной группе рассказал грибник с опытом Вячеслав Лапашов. Маслята, подберезовики, подосиновики, грузди, рыжики, волнушки, опята, лисички и царский белый гриб. После обельных дождей в лесу все чаще можно встретить грибные полянки. На территории России растет около 3000 видов грибов, которые появляются в разное время года. Из них в пищу употребляют около 300. Есть такие, которые можно собирать уже зимой или весной. Но наиболее богаты грибами конец лета и осень. Чтобы собрать грибы, надо знать, какие вы хотите, в первую очередь. Желательно, конечно, так как местность у нас вся известная, вокруг нашего города мы знаем, в сторону Жигалова, Павловки, великолепные места у нас там есть, в сторону Мордовии. Здесь у нас в сторону Вознесенска, прямо там, где у нас залежи белых, собственно говоря, грибов и маленьких таких рыжиков и лисичек. Вчерашний день показалось, что 40 минут в лесу, два ведра. По грибы Вячеслав Викторович ходит с детства. Обязательный атрибут любого грибника – деревянная палка. Делится он секретами тихой охоты. С ее помощью легко заглянуть под низкие кусты, а также стряхивать с травы клещей и насекомых, чтобы расчистить себе тропинку. Искать грибы лучше в тенистых местах. Они очень любят влагу и тяжело переносят засуху. Между лесными грибами и магазинным аналогом Вячеслав Лопашов, не задумываясь, выбирает первый вариант. Я прочитаю просто натуральный наш лес. Тем более в наших лесах, вот у нас, да, средней полосы, грибов огромное количество по разнообразию. То есть вы можете выбрать по вкусу, естественно, да, помимо шампионов. Вы можете выбрать себе по виду, да, уж ничто не заменит. Вот подосиновик с красной головкой, торчащий где-то там под листочками, да. И, например, со сморчком, который только весной бывает, они страшненькие такие. Грибы – источник белка, витаминов группы В, С, никотиновой и фолиевой кислоты, кальция, фосфора, калия и железа. Все эти элементы положительно влияют на работу сердечно-сосудистой и центральной нервной систем. Укрепляют костную ткань, оказывают антиоксидантное влияние на организм, а также благотворно воздействуют на кроветворение. Однако при сборе грибов нужно быть крайне внимательными и ни в коем случае не брать незнакомые виды. Вполне возможно, они могут быть ядовитыми. Ну вот, например, когда моему маленькому было три годика, мы уже пошли с ним в лес. Ну, внучаночку. Все, я ему тоже дал палочку, он шел вот так, собирал. Правда, когда он увидел первый раз этот красивейший подосильник, он его схватил, и в рот потянул. Ну и говорил, эти грибки пока кушать не надо, их надо варить. А поганки, то есть я ему показываю, вот эти грибки плохие, их не берем. Если вы все же не уверены в том, чем съедобный гриб отличается от поганок, лучше взять с собой опытного сопровождающего. Анна Пилипец, Константин Островский, Сергей Рябов, служба новостей, Саров, 24. И это все, о чем мы успели рассказать сегодня. Следите за новостями города в группах канала 16, в социальных сетях ВКонтакте и Одноклассники. Там же вы найдете все информационные выпуски, авторские программы. В студии работала Анна Пилипец. Всего вам доброго и хороших вам новостей. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова